Взять беленького, взять беленького, взять немножко жидкости, голубилец, полностью избавиться, полностью, полностью. Там этот голубой чуть-чуть, чуть-чуть просвечивается и чуть-чуть отражается. Но он, собственно, видишь, белому и дал настроение. Вот, можешь плюс ультрамарин, чтобы более сложный, более интересный цвет. Потому что голубая ФЦ простоватый, он для зелени больше. Ну, можешь и то, и другое. Вместе будет красивенько. Вот эти коричневости, которые голубому противостоят здесь, нашвырять. Нашвырять. Коричневый каркас картины. Разбил коричневого. Чуть-чуть оранжеватый разбил. Загнать сюда. Прямо вот так. Расштриховывая мягко. Расштриховывая. Нашвырять, нашвырять все это добро. Чтобы потом взять, может быть, даже пальцем начать вкладывать вихреватые укладочки. Вихреватые укладочки рисунка. То есть, темный, темный каркасик. Прямо вот то, что видишь в цвете, приблизительно швыряешь. Когда все это нашвыряешь в цвете, начнешь мастихином возделывать. Какие-то появятся какие-то появятся резьбы, какие-то появятся крыши. То есть, сначала нашвырять пятен, а потом уже врезаться в том числе и этими светлотиками врежешься. Ну, как сразу зазвучало, да? И в небочке у нас тоже будут вот эти рыженькие настроения. Когда ты мутату накидаешь, мягко ее пораспределяешь, там тоже можно где-то и вихревато пройтись. Даже подриваешь под будущие светлотики и загонять будешь уже вот таким вот образом. Вот этими дракончиками раздавленными. И у нас появится богатость облака. Вот здесь. А здесь все размазано, тихонько. Там не напряженно. Здесь висит крупное облако и никакого напряжения. к тому же недонапачкало. Там можно еще подпачкать. Там от неба остается граммулечка. Поэтому только граммулечку неба оставляешь. Потом берешь все эти попачкаешь и оставишь этот маленький лоскутчик. Может чуть больше. Здесь тоже маленький лоскутчик. А здесь и вовсе просто просвечивается небо. Вот смотри, то что мы припачкали теперь слегка просвечивается. То есть нижний слой голубой просвечивается. Как раз очень уместно будет. А вот сюда действительно напряженно нашвырять светлятики. Причем уходят туда. Очень важно, что они уходят туда. Они создают дорожку змейку уходящую. И вот уже туда раздавливая кое-где будут появляться очень эффектные они же сами будут появляться и там особо их появлять не надо. Которые ты потом слегка прикроешь облаком заслоняющим эти светлотики. Есть там такое, да? Вон прямо взяла и заслонила чуть-чуть. Чуть осталось. Еще накидала часть сюда пошла вот прямо раздавливая. То есть все напряжение вот туда идет вот по такой траектории. И здесь тоже на переднем плане тоже активно с напряжением особенно на границе. ты видишь на границе прямо очень серьезное напряжение вот здесь на граничке. хорошо сейчас еще раз посмотрим. Некое количество вещества некое вот оно на рабочей части мастихии. Кладем и создаем дракончика ну примерно повторяя то что нам положила вытерла раздавила чуть-чуть с наклоном к холсту раздавила 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 они да? давай так сейчас я дам еще нож и ты архитектурку будешь еще и ножом забавный нож у него отрезан конец отломан и он очень хорошо эти вещи крошит и ты видишь сразу появляется идея идея окон вот так элементарно можно нашвырять мощные пятна графические вот они вот они вот они по макушечкам пройдешься чуть темнее чуть темнее так чтобы там прозвучали макушки даже если они там не такие темные пусть немножечко будут с некоторой темнотой хорошо? это будет хорошо и выразительно причем вот именно нож смотри как-то он особо успешно решает эти вопросы получается такая набросковая живопись хулиганистая несколько вот вот с такими решениями дефектными посмотри что делается как по легкому да? а как звучит по-настоящему звучит хотя инструмент ну самый непривычный а можно написать хулиганскую картину? ты имеешь ввиду на своем портрете там что-то сделать хулиганское? нет новую картину чтобы ну вот иди сюда смотри ну иди смотри вот как нужно хулиганить мне очень понравились широкие тихо-тихо смотри сюда вот они вот они наши звуки ты понимаешь что творится раз и решен кусок то есть такая набросковая ой как красный красивый лег причем вот специально его так не положишь а поскольку нож не очень аккуратен вот так вот тюкнул что оно там красное ну красивее потом эти резьбы вот этих вот вот этих вот баржечек потом вот эти резьбы вот все уберу не бойся вот эти резьбы вон смотришь как как понашвыряли понашвыряли вода чуть темнее чуть светлее там допустим немножко подпустило темнятинку подпустило и опять же осуществило вот эту укладочку вообще издевательство над чистописанием над чистописанием а? в лужах когда мы рисуем это можно пальцами или мастерином ну можно и теми другими вон смотри какие хорошенькие образовались вот эти штучки вот они вот они а потом на это пришла с синевой где-то немножко грязноватой синевой где-то чистоватой уже плотно светлые партии любят густую краску и ты пришла плотно вот такими ступенечками зигзагообразными доупаковала оно вот сюда мелкие вот эти звучки вот они вот такие звучки вот так вкусненькие может быть даже где-то чуть придавить чуть придавить посмотри как он ну ты видишь зигзаг хорошенький вот эти настроения тоже чуть-чуть чуть-чуть порисовать если там не хватает рыжистик чуть-чуть подпустишь рыжистик причем вот она как лепит историку какое-то множество образуется не пойми какое еще одна баржечка потом можно кисточки там чуть-чуть поковыряться тоже чуть-чуть поковыряться это оставлю потому что такие удачи не всегда а это не всегда хорошая там грязнуха ну немножко и чистюхи хочется белый не пробовала выдавить как-то мне сразу хорошее ой какой прямо ну пирожное знаешь такой дом вырисовать а этими ну это ты мастеркина да больше нет очень прям богатейший дом вот какие-то там озвучки нарядные пускай тоже поприсутствуют тем более что эти отзвуки всюду и на крышах в том числе и на крышах и на крышах Игорь, девушка хочет посмотреть, что вы делаете, моя соседочка. Да, так что надо смотреть, подходите, смотреть. Девушки, не стесняйтесь, если надо, смотрите вдоволь, ходите, смотрите на другие задачи. Завышено, а, там окошечко, ну так и верни его туда. Я просто, чтобы немножко там навести, потому что вот здесь нужно какой-то... Там ступенчатый характер, часто вдруг раз, проем, спуск к воде какой-то часто встречается. Слишком намельчение, более простая там история. Это бетонные крупные сооружения, поэтому более просто решить их. Можно даже под углом. Так, синька может быть, но лучше грязненька. Грязниночка какая-нибудь. Я даже сначала покрою снова. И он очень темный, вот если вот так объективно, он одно из самых темных пятен. И там нужно положить эту темноту. Вот это более-менее точное выделение самых активных пятен, ну, актуально очень. Лошадки будем? Ты хочешь лошадки прорисовать? Это бессмысленно. Ну ладно, наметить, нет? Нет, нет, даже намечать не надо. Там нет уже у этого, но надо хоть немножко его там чуть-чуть обозначить. И вода. Так, здесь у нас пока не происходит рисунок. Белый здесь откуда-то взялся. Самый светлый здесь, это свет. Не белые части кораблей. Совсем не белые части кораблей светлые здесь. То есть, они только чуть-чуть светлые. А весь светлый, это вот этот рыжий здесь. Вот он должен войти. Траектория ужасная. Как это вот по этой траектории? Лодочная траектория? Лодочка, лодочка, лодочка. Ни в коем случае не вот эти холмы. Категорически. Естественно, можно тут же подыгрывать мастихином. И кистью подыграем. Так. Какие-то намеки на дальний план. Достаточно мутные. Вот тоже, смотри, вот здесь интересный момент. Мы не рисуем все подряд. Мы даем достаточно простецкое пятно. Вот как здесь я, помнишь, давал? Простецкое пятно. Я его просто поштриховал вот так. Поразбросал, поразбросал, но лодочно. Поразбросал, поразбросал. Поразбросил. 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 А потом взял мастихин. И врезаюсь, создаю вот этот контраст. Вот это прозвучит. Здесь, врезаясь, создавал контраст с голубоватостью. Хорошо? Давай так. Ну и здесь немножко еще. Поиграй, поковыряй. Белелы где-то подсунь прямо активно. Очень любят дали этажность. Вот смотри, я добавляю этажечек вдаль. И появляется ощущение, то есть крупная масса, меньшая, еще меньшая. Появляется ощущение ухода в перспективу. Крупная ступень, мельче, мельче, мельче. То есть вторая ступень, мельче. Вот она. И дальняя совсем тоненькая. Можно еще за компанию и еще одну присобачить. Тогда вот это вот как раз северное небо с необъятной дальью будет выражено. Ну а потом здесь на крышах каких-то пупышечек поставить. Крупно, мельче, мельче, ничего мельче. Загоняет в перспективу. Всегда. Вот можно вот так поступать еще. Это прикольно? Да. Вон там тебе и храм какой-то. Вот. Здесь может быть тоже какими-то царапками воспользоваться. Может быть даже вот так зайти. Седина света над тоже прозвучала. Ну деликатенько просто это все моделировательно. Но из-под вот какие-то там торчалочки. Торчалочки. Ну если что, потом с остатком расправится пальцы. То же самое. Торчалочки какие-то. Зигзаг. Так, вот уже сформировалось. Вот эти вещи чуть-чуть показать. Верхние кромки. Давай так. Ну ты хочешь все срисовать. Ты что? Это тогда нужно... Тогда нужно в два слоя по-сухому продолжить. Вот так получше стало, да? Чуть-чуть богаче. Ну ты видишь, слоеный, да? Очень-очень уместный. Иди, это в библии. Иди. До света и в библии. Вот 930, это тут подлакши по 3-х ручки. Тяжеленький, наверное, чай. Ты раздался, наверное, так и дам. Угу. 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 Я просто чуть-чуть дополнил, еще как бы пора бело дополнять, но чуть-чуть дополнил и вот оно побогаче стало. Оно, да? Вот этот вот, нимбик. То есть как бы продолжение следует, да? Вот, ну и здесь тоже на переднем плане усилить свет очень. Причем я вам скажу, на видео все, что вы будете делать, будет в 10 раз красивее и будут все спрашивать, как у меня спрашивают, как вы такие цвета смешиваете? Где вы куплены? На самом деле просто на видео это очень генично. Не хватало, да, вот здесь акцента светового? Зачем на телефон? Сейчас тут такая недорогая техника и такая классная, что не надо телефон. Зачем? Вот цацку купите вот такую и с жезлом за собой ходите. Да, смотри, обострение какое хорошее. Можно чуть обчекрижить вот этих ребят, хотя там силуэтов у них толком нет, можно чуть-чуть подложить и там этот светечек. И свет даже на вот этих макушечках. Вот там. Тут все на мигалочках. Когда контражур света, тогда надо не рисовать, а акценты расставлять. И это очень выгодно. Художники обожают контражуры, потому что все рисуется очень вкусно и по-легкому. Без контражур свет с той стороны предметов. С той стороны. Да? Еще темнее чуть-чуть. Вот здесь уже, да? Это уже точно здесь, близко. Даже в силу контраста. Ну, хорошая лодочка, там пару мазочечков культурненьких поставила. Хорошо. И этот же бликующие. Хотя там этого нет. Но мы предполагаем, что бликуют и крыша еще одной лодочки какой-то там. И еще какие-то штучечки бликуют. И пимпочки на крыше бликуют. Ты понимаешь, я рисую схему сейчас, а не срисовываю картинку. То есть, условно срисовываю, а в основном схему. И, конечно же, вдоль моста бликуют то и сё. Бликуют? О! Единственное, что меру этому определить, чтобы оно не перебарщивалось. Какие-то там и человечки, и звуки, и цветнотики какие-то. Вот в поддержку, скажем, красному пятну. Там уже сами они определяются, что ты там нарисовала. Потому что... Ну, там есть даже голубизна какая-то. Ну, что-то, что-то, что-то. Темнотик может какой-нибудь подсунуть. Светлотик. Мне брови можно освежить. Освежи. А вот это освежи. А вот это освежи. Если чёртёж не был чрезмерно чётким, я его чуть-чуть сбиваю какими-то взбалмошностями. так ну еще можно подсунуть светлотик где-нибудь здесь и крыша сразу стала ярусная стала еще какой-нибудь звучит еще еще там этого нет это просто перечень могущих быть или там есть только часть малая а я разыгрываю как будто там целое содержание я